всем привет на связи fly around сегодня у нас очередной выпуск обновление по паскарга сегодня хочу представить вашему вниманию библиотеку которая была рождена и которая была написана пока я писал паскарга потому что в целом я там выделил кусочек который в общем неплохо смотрелся я подумал было бы хорошо представить это общественности ну и чтобы все использовали кто хочет и так библиотека называется sim go connect она написана на go и позволяет включиться к microsoft симулятору через библиотеку sim connect.dll ну вообще microsoft его называют просто sim connect вот прежде чем я расскажу как вообще библиотека работает давайте мы начнем самых самого начала а именно с того как подключиться microsoft симулятору для этого мы сейчас перейдем в симулятор а вы не забудьте поставить лайк подписаться на канал если вы этого еще не сделали ну чё погнали вот мы в симуляторе я тебе буду смотреть немножечко в сторону потому что мне экран по бокам вот мы в симуляторе прежде чем скачать microsoft flight симулятор sdk нам необходимо включить девелоперскую консоль консоль она у меня уже включена вот таким образом она выглядит вот там наверху у вас ну видно будет вот но чтобы включить нужно пройти в options general options developers вот и девелопер могут нужно включить в положение он после этого у вас появится непосредственно панелька в разделе help у нас есть пункт sdk инсталлятор вот он нам собственно говоря и нужен мы его нажимаем и после этого мы его скачаем так но иногда одного из детей не очень достаточно я еще скачивал samples после того как вы скачаете сэмплы к sdk внутри внутри архива вы найдете visual studio проекты с некоторыми программами нас интересует сейчас simwar watcher эта программа которая позволяет подключиться к microsoft симулятору ввести туда значение симваров и получить оттуда данные собственно говоря когда я писал паскарга это тула мне очень помогла для дебага я рекомендую абсолютно то есть маст хэв все все переменные которые есть слайд симуляторе можно оттуда смотреть я обязательно вам я сейчас покажу буквально через некоторое время а давайте пока мы посмотрим вообще то какие данные позволяет получить microsoft симулятор вот у microsoft а как обычно очень хорошая документация ссылку на документацию оставлю к писали в описании к этому видео но пока мы пройдемся так по каким-то основам вот программинг sdk здесь в общем рекомендую почитать каждый пункт очень все хорошо описано для чего это нужно как использовать sim connect sdk как ее поставить для чего она нужна как от как не подключаться и так далее так далее здесь все написано целом из c-sharp а это все работает интенсивно потому что c-sharp позволяет подключается dll и в общем там там просто у нас пример немножко посложнее я писал на go поэтому я использую специальную библиотеку ссылку на нее тоже оставлю в описании к этому видео я взял ее за основу она позволяет непосредственно вызывать системные вызовы dll но в ней внутри были проблемы некоторые которых я расскажу чуть попозже и мне пришлось ее взять к себе в проект и немножко модифицировать я конечно сделаю наш реквест автору но проект выглядит как будто бы мертвым я очень не уверен что он куда-то пойдет поэтому если хотите можете использовать стандартную библиотеку либо библиотеку которая вложена внутри sim go и так главный инструмент так сказать главный инструмент работы с симулятором это simbar simulation variables они делятся несколько типов мы сейчас будем использовать основной тип который позволяет получить данные по самолету по оборудованию по окружению по погоде и так далее так далее вот еще давно минуту вот здесь вот вы можете увидеть это все юка вот 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 это вот смешивая был слышен и он тайги что такое event айди да кроме того что мы можем просто вычитывать данные симуляторов с какой-то периодичностью и получать какие-то параметры которые мы запросили мы еще может подписаться на события например у меня паскарга я подписан на три события пока что конечно дальше будет больше вот на данный момент подписано события краша то есть когда мы летим на самолете мы ударяемся собирая об землю или тому какой-то предмет и у нас происходит краш мне приходится это событие я его обрабатываю также у меня приходит событие по тому когда мы находимся в режиме паузы то есть либо мы вышли в меню либо мы вышли просто нажиму нажали escape во время полета мы получили состояние паузы и я при получаю нотификацию об этом вот и также получаю нотификацию о том когда самолет в момент когда сам не загружается там появляется ссылка на конфигурационный файл самолета дальнейшем можно будет ее использовать для каких-то параметров но сейчас просто якобы получаю event что все самолет загружен я готов по мере того как паскарга будет развиваться понятное дело что я буду использовать больше переменных и я обязательно расскажу об этом в следующих видео итак возвращаемся к sdk documentation мы нам сегодня нас интересует simulation variables про ивенты я расскажу может попозже потому что если я сейчас начну все это рассказывать будет очень долго и вы все уснете поэтому давайте перейдем к simulation variables собственно говоря вот они вот здесь есть вот здесь есть несколько раздел разделов то есть сервис miscellaneous камера helicopter и aircraft у нас наверное сегодня интересует больше aircraft sim wars но я вам рекомендую потому как все посмотреть понятное дело там все интересно мы разворачиваем как тоже делится на некоторые категории ты видим просто для того чтобы удобно было навигироваться внутри всего и чтобы вы понимали какие его рейблс к чему относятся здесь есть общий индекс симваров я тоже его оставлю отдельно в описании просто прямую ссылку на все-все-все симвары которых там кучу 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 время паскарга сейчас работает с 84 переменными и это далеко не предел соответственно давайте посмотрим зайдем например авто ну автопал это не очень интересно давайте может быть там system variables и вот у нас здесь в общем описано каждое название каждой переменной прямо каждый что она примерно делает иногда описание такие достаточно мутненькие но это позволяет нам собственно говоря понять для чего это нужно как с этим работать дальше есть юниты то есть это значение в которых эти переменные есть я тут обнаружил что в общем мсфс сам умеет конвертировать переменные потому что я сейчас когда переписывал я когда писал симго переписывал все переменные я понял что например такие перемены как логите это латитюд лонгитюд эдинг vertical speed можно прямо вот в момент получения данных задать туда юнит и он самого сконвертирует потому что по дефолту это радианс но например нам нужно показывать градусы до в случае хейдинга дегрис и мы можем просто указать что у нас теперь именно дегрис все и мсфс сам поймет для чего только как его сконвертировать и вы получите уже прямо дегрис я соответственно уже переписал там тоже дефинишен и по моим перемен когда я отслеживаю поэтому все полеты которые были до этого которые были в стримах и все ссылки они будут не рабочие потому что я все почищу иначе у меня начнутся проблемы с конвертацией то есть я в итоге решил использовать оставить по возможности оставить конвертацию значений на усмотрение мсфс они как я это делал раньше на нескольких импоинтах и так далее вот поэтому даст предыдущие полеты я патру мы начнем жизнь чистого листа буквально сегодня когда выпустится версия паскарга 1 0 0 1 дальше смотрим то есть и вот так можно пройтись по каждому списку то своим джан зайти здесь есть интересные моменты это с индексами индексы здесь обратите внимание начинается не с нуля а с единички конкретно я заморочился когда получал иды с подвигателем здесь есть отдельная переменная сколько коле какое количество двигателю текущего самолета который загружен симуляторе и на основе этого можно там по индексам посмотреть все состояние двигателя потому что я на основе этого определяю включенный двигатель какие у него обороты включенный режим to go и так далее так далее только итога окей итога собственно это была хитрость и я покажу сейчас как она реализована всем гол в принципе наверное это все что я хотел сказать по поводу документации симвар и как это все работает я настоятельно рекомендую открыть ссылку которая есть будет в описании к этому видео внимательно почитать документацию здесь очень много есть примеров того как это все можно использовать и вот например ссылка я тут нашел на симвар индекс вот вот я тоже оставлю эту ссылку отдельно в описании чтобы можно было не искать и вот можете посмотреть как бы ну размер количество переменных которые есть и с которым можно работать я сразу могу оговориться что я когда все вот это писал да я я много переменных изучал и мне не очень понятно как вот эти перемены работы с префиском gps я буду еще изучать у меня почему-то не получилось ничего получить касаемо gps возможно что дело не так ну как игру если бы находить какие-то хитрости какие-то тонкости я обязательно об этом расскажу следите за видео на канале сейчас таких видео будет много мне просто интересна эта тема я погрузился в разработку тлов для мсфс и все чтобы сейчас находить я буду записывать и представлять ваше внимание так что обязательно подпишитесь на канал вот мы на гитхабе на нашей страничке страничка наша называется fly sim apps пока здесь данными только сим гол из пабликов дальнейшем будет появляться побольше я на самом деле хочу по мере того как я буду развивать паскарга и сопряженные проекты я буду из них в идее то есть понятное дело что я не буду шарить непосредственно код паскарга но я буду оттуда выделять какие-то куски и публиковать как отдельный проект и обязательно про каждый проект и расскажу вот сейчас у нас как бы есть сим гол сегодня скорее всего я допишу пример символ плакейшем так его назову символ от это будет пример того как можно использовать эту библиотеку и что надо делать то есть там будет запускаться консольное приложение вы можете параметрами указать хосты и так далее тогда я все параметр себя пишу вот и при после запуска то приложение если у вас запущена непосредственно мсфс то есть у вас не запущен мсфс понятное дело что приложение закроется но если запущен он подконечиться к нему и вы сможете получать данные данный момент вы сможете получать данные просто по веб-сокету открывается порт веб-сокетов то можете туда подключиться и раз в заданный интервал получать сейчас на будет интервал на секунду именно пока он не вынесен параметры но в дальнейшем то можно будет указать параметры чистота и на основе этого собственно говоря будет происходить ну пусть получать данные вот так что если кто-то хотел просто иметь какое-то проложение которое будет вам по какому-то пути было посылать данная вы уже на основе этого будете делать то что вы хотите то вот как раз single up либо single connect в вашем распоряжении очень рекомендую и так возвращаемся обратно в репозиторий уйдем с go собственно говоря вот тут есть некоторое описание того какие фичи сделаны из того что сделано у нас есть встроенный веб-сокета поддержка но не то что поддержка не работают то есть сейчас без них даже не запустишь потом у меня стоит написано система реконекта случае когда приложение теряется связь с сим-коннектом такое происходит сейчас данный момент в двух случаях например мы находимся в меню вот здесь покажу вот мы находимся в меню да вот мы по нему ходим-ходим вы тут мы пошли сюда выбрали условно самолет выбрали сюда нажали fly и после этого у нас connect обрывается я думаю то есть я там пытался найти причину я в принципе нашел там скорее всего зависает трет один который работает непосредственно уже с самой дл и тут вопрос либо эта проблема той библиотеки которые использую сим-коннект гонен который вот в рапер на go который я чуть-чуть модифицировал либо это уже проблема внутри сишных вот этих обертков которые находятся внутри гол которые непосредственно работают дл вот это и не понимаю и я попробую это еще поизучать чтобы ну что мне приходилось реконекция но пока как бы как workaround я сделал реконект поэтому вам это тоже в общем поможет дальше у нас я собрал такой вот set variables который я использую данный момент для паскарга вы можно просто указать как тип данных как интерфейс при подключении и соответственно на основе него будут выбираться параметры но вы можете создать свой интерфейс описать свои параметры которые вам нужны я покажу как и использовать на свое усмотрение то есть я просто даю предефайнит лист чтобы можно было быстро подключить запустите и посмотреть не обязательно использую вот что будет в планах планах скорее всего на следующей неделе я думаю следующим выходным уже будет апдейт я добавлю работу с сим-коннект ивентами то есть она у меня сейчас внутри сим-го сделано я хочу ее выбросить наружу чтобы можно было подписываться на них и получать какие-то данные оттуда и также я сделаю возможность работы без веб-сокетов то есть если они вам нужны не нужны пожалуйста я правда не ну в принципе да если вы пишете приложение на именно на голу то вам высоки это наверное уже не нужны потому что у меня вся вся коммуникация сим-го с внешним миром то бишь с вашим приложением будут проходить через чайного вот таки сделан чисто для удобства что можно было донефицировать других клиентов вот так давайте дальше посмотрим как запускать вот соответственно у нас приложение получается манго файл функция main вот мы делаем инстанс сим-го и туда вставляем логер я сейчас использую логер от логинг это стандартная тема но я подумаю что можно было сделать более как это единый интерфейс логеров чтобы было подключать любые логеры вот дальше мы стартуем веб-сокеты на указанном порту любой порт указываете он стартует и после этого мы начинаем уже трекать то есть это название нашего приложения которое будет отображаться внутри мсфс сейчас я вам покажу как это делается вот мы снова находимся в мсфс и мы заходим в tools sim connect inspector и вот здесь будет в списке ваше приложение когда они будут установлен коннектор то есть на любое приложение которое с нами connect можно зайти например фстд мсфс бридж это от flyboy wire и вот можно посмотреть а какие же параметры он читает он никакие еще с параметра не читает но дальнейшем когда будет что-то ну давай с ю ю ай ps тоже ничего не читает а читает вот и тут можно посмотреть какой по какому дефинише найди какие данные вычитывает вот тут собственно говоря все это пишется это очень удобно отлаживать очень удобно дальше то можно посмотреть статистику сколько у них там было запросов у 9 запросов один за фрейм если exception и реймс и так далее то есть удобно посмотреть если нужно что-то отлаживать подключили мы указываем вот этот как раз при built-in интерфейс я его покажу в котором описаны все переменные которые здесь будут вычитываться соответственно вот это это на количество панических атак которые будут считаться за ошибку в случае рекавера ну чтобы вдруг вы не зашли в какой-то цикл то есть там получается так рекавер а он следит за паник то есть когда-то выпускается паник exception он ловит из-за того какая ошибка там приходит он будет этим окстра и уменьшать то есть если там будут приходить ошибка контекст cancellation то он эти ритрай вернет обратно в исходное положение потому что он считает что все как бы файлеры прошли и мы работаем нормальном режиме а если вы какие другие ошибки то он буду уменьшать количество этих трав и в итоге выпадет скажешь все капец 5 раз в данный момент пять раз я пытался что-то сделать ну там видим какая-то ошибка которую невозможно было починить вот цифра к 1 это трек айди принципе просто пока и дишник какой-то любая цифра который может потом помочь идентифицировать это приложение в логах но сейчас в общем наносит как он использует для идентификации но здесь можно пока любую цифру писать вот все после этого мы все работаем эта функция на асинхронно то есть мы запустили все она ушла надо орутической работает она ушла и работает мы идем дальше это я к тому что там не происходит блоке блока то есть там уже если вам нужно чтобы это приложение работала постоянно вам нужно писать блокер сам самому потому что в этом случае то есть если вы ничего не сделаете то это функцием main она исполнится и предложения закроете поэтому уже непосредственно самом приложении запустите либо веб-сервер либо что-то что что будет блокирует процесс дальше как получать параметры уже непосредственно в ваше приложение используя сим-го идем ниже ответ всегда есть внизу смотрите вот gofunc мы запускаем рутину по которой мы следим за поступающими событиями в канал track event сим это получается наша переменная которая была инициализирована сим-го у нее есть паблик канал track event в которой будут приходить ивенты данного на каждую секунду дальше я сделаю этот параметр настраиваемым по дефолту будет 1 секунда хотите получать раз 10 секунд ваше право поставите 10 все будет здесь получать раз 10 секунд дальше у нас приходит такой же интерфейс который указан был здесь то есть если вы здесь указали свой интерфейс здесь указываете его же чтобы у нас происходил правильное преобразование данных потому что там дальше внутри все на рефлекциях работает поэтому ваш тип он не потеряется все мы его получаем в репорте все здесь мы берем наши данные делаем чего-то что мы хотим то мы делаем и как хотим так и работает все на самом деле это все то есть вам но внутри символом ничего не нужно вы просто его запустили вы посмотрели такая библиотеку в своем проложении либо вы взяли simgo app и запустили в нем указал там я подумал как я буду работать с внешним миром поэтому сейчас здесь не расскажу об этом я расскажу об этом в дополнительном видео вот и собственно говоря все ну вот так я жду в комментариях ваши впечатления обязательно напишите потому что ну я делаю что-то хочется как-то по ими получить какую-то обратную связь хотите попробуйте посмотрите если чё пишите не забудьте поставить лайк ну и конечно же подписаться на канал потому что таких видосов будет дальнейшем больше я немножко поработал над внешним оформлением они не будут на небо понятно будут отличаться и они специально отличаются от всех остальных видосов чтобы можно было их так как-то идентифицировать вот ну и дальше у нас да здесь на проект который сейчас работает с этой библиотекой это паскарка вот собственно говоря дать сейчас покажу как это выглядит моделька вы понимали имели какое-то представление и дальше как и обещал мы вернемся simwar watch я просто покажу как можно с ним работать и на этом собственно грамма на сегодня закончим вот я открыл модель вот смотрите вот есть структурка report и вот здесь у нас название в принципе я могу сразу сказать что в общем все и переменные в там flow 64 ну только одна стринг это тайтл самолета он и приходит битовой маски да с этим тоже есть проблемы но тем не менее вот flow 64 потом дальше с ним хочу хотите хотите превращать в целом хотите там угодно там все получите я покажу как это выглядит дальше у нас идет описание так с описанием переменной это именно то описание которое у нас есть вот здесь вот мы например заходим ну я не знал он пусть а свитч вот видите пи тот хит и тот то есть поинт поинтер дописки и вот здесь мы пишем ровно то же самое в юнитах мы пишем ровно то же самое bull radiance meters fit fit per second вот именно так и пишем fit per second вот например я специально не стал как вот в этой библиотечке да sim connect которую ссылка на которую будет обязательно в описании к этому видео я не стал там делать какие-то отдельные переменные чтобы можно было упростить вам работу потому что потом начинается приведение этих типов вот потому что потом начинается проблема с приведением типов и так далее так далее я специально сделал один общий интерфейс что хотите допишите как хотите потом с этим работаете все на ваше усмотрение ну вот что касаемо ада моментик моментик еще на подключение дан запуск всего этого у меня в принципе это написано документацию но я еще раз проговорю вот в самой библиотеке идет sim connect dll но когда вы пишете проложение используя эту библиотеку не забудьте sim connect dll положить в корень вашего приложения вы можете взять ее отсюда либо вы можете взять ее из sdk на ваше усмотрение но не забудьте положить иначе будет ошибка потому что он ее не сочтет не прочитает sim connect не встроен пока в эту библиотеку и вопрос надо ли его устраивать потому что sim connect он меняется зависит от того когда меняется симулятор там они эту библиотеку меняют в принципе я могу и встроить а можно в общем и не делать это мы симуляторы у нас здесь вот у нас вы не видите в конце как короче аэропорт ван ванта хельсинки но не суть важно вот нас интересует sim war watcher вот это приложение можно к нему подконнектится то есть нажимаю кнопочку коннект здесь может эта фреквенция как правильно вычитывать и здесь у нас есть сим объекты то же самое все юзеровский арк раз helicopter boat ground но он интересует кари крафт вот можем писать любые переменные plane вот у нас есть вот берем вот plane что там на титю толкать батка все все есть ставим выбираем вот по дефолту он вытаскивает текущее значение можно поставить любое будет и конвертировать добавляем request пожалуйста все вот здесь вот можно смотреть какие данные все есть очень удобно для отлаживания просто must have даже как здесь можно с этот переменные есть некоторые переменные которые большинство переменных можно просветать самостоятельно из вашего приложения для того чтобы узнать какие перемены нужно можно с этот или нет вот здесь есть красненький крестик либо ну беленький крестик на красном фоне либо галочка на зеленом фоне то что галочка зеленая это можно с этот самим здесь а то что крестик это то что ридонли вот так что тоже надо пользоваться и я эти сеттеры тоже прокину то симго будет позволять с этот любые в лес который можно с этот просто меня пока в паскарг опять же это не используется поэтому как только я дойду до момент когда мне нужно будет что-то сетать 7 гол я вас уверяю это тоже появится вот и здесь можно как бы да ну то есть вот как вот я тогда говорил вот видите то есть план план латитюд есть радианс а есть игры и вот как бы одна переменная на просто разное значение он самых конвертит так что я тоже рекомендую вам оставить это на усмотрение мсфс ну что ж друзья мои на этом наверно на сегодня все посмотрите проект попробуйте с ним полетать не забудьте поставить лайк подписаться на канал а также оставить ваше мнение в комментариях пока пока ваше мнение в ясно ваше мнение в ясно